Всем рукодельный привет! Меня зовут Даша, вы на моем канале о вязании. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать новый вязальный влог. В последнее время у нас с вами получилось очень много вязальных влогов, потому что я решила немножечко поэкспериментировать и поснимать разные форматы. Мне кажется, и для вас это плюс, и для меня это плюс. Я пытаюсь развиваться как вязальный блогер, а вы получаете еще больше новых видео. Мне кажется, тут даже минусов никаких найти не получится. И в этот раз я подготовила для вас очень насыщенный вязальный влог, в котором было крайне мало вязания, к сожалению. Поэтому давайте посмотрим отрывки, которые я приготовила для вас, а потом встретимся в финальном подключении, и я вам покажу итоги этой недели. Мне кажется, на СДЭКе и на Почте России скоро меня будут узнавать просто в лицо. Меня и так уже как бы узнают, но скоро все мои паспортные данные будут знать, номер телефона и зачем я пришла, какую-то пряжу забирать. Я иду за СДЭКа, несу огромную посылку. И просто угадайте, что это. Ну, вы можете сказать, что Даша, это, наверное, на обзор. Или там Даша, это покупка из смородины или что-то подобное. Это подарок. Я иду домой распаковывать подарок. Посмотрим, что там внутри. Основными буднями вязального блогера является как раз таки что? Вязание и получение посылок. Потому что в основном, я не знаю, как это объяснить, но канал очень мотивирует больше покупать пряжу. Больше покупать пряжу, но это не про покупку. Я вам сейчас хочу показать подарок. Это подарок от прекрасной девушки Светланы. От Светы. Мы в своем чате на ты. Поэтому я с позволения буду тоже на ты. И Света отправила мне подарок. Она, я так понимаю, в отпуске. Недалеко от меня. И отправила мне... Ну, я так понимаю, ей намного удобнее было отправить. Так. Я сегодня забрала эту посылку. Она буквально за два дня пришла. Она достаточно большая. Я была удивлена, что она достаточно тяжелая. Я уже немножечко ее тут почикала, разрезала, чтобы можно было сразу открывать и не тратить на это время. Но я жутко хочу посмотреть, что же там внутри. Давайте скорее откроем. Не будем без долгих-долгих вступлений. Посмотрим, что же там такое. В любом случае, я так понимаю, мне нужно будет как-то это все поворачивать. Потому что тут очень неудобно это все сделано. Возможно, я уберу за кадр коробку и буду постепенно доставать. Мы сначала посмотрим, что там просто внутри, как это выглядит. Та-да! Я уже вижу мадам Катон. Это, скорее всего, мадам Трикот, мадам Катон. Ну, точнее, это мадам Трикот, но я не уверена, мадам Катон это или не мадам Катон. Так, ладно, убираем и будем постепенно смотреть. И только я начала распаковывать этот подарок, я поняла, что я все-таки лучше обрежу края коробки и покажу вам, как оно есть на самом деле. Потому что я не хочу просто за кадром это оставлять. Мне очень нравится, как эстетично упакованы, когда подарочки, какие-то посылочки. Мне вот прям хочется проникнуться этой атмосферой, поэтому хочу вам все это вот так вот вместе распаковать и показать. И я уже вижу мою любовь любовную. Я сразу, когда увидела вот этот лейбл, через бумагу тишью она просвечивалась. И я прям сразу к ней ручки потянулись. Так, я тут вижу письмо. Письмо я прочитаю за кадром, с вашего позволения. И вижу просто шикарную открытку. Вы просто посмотрите на эту красоту. Вай! В моей коллекции открыток прибыло. Я на самом деле разобрала здесь свою пробковую доску, где у меня прикреплены открытки. И я хочу сделать там небольшую перестановку, потому что открыток уже стало слишком много. И возможно эта открыточка отправится туда. Вообще ее можно спокойно даже в рамочку поставить. Очень красиво. Так, а что здесь на открытке у нас написано? Я за кадром здесь прочитаю, с вашего позволения. Даша, поздравляю с 20 тысячами подписчиков. Ура! 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 Мы уже праздновали это событие. И Света вообще изначально мне написала именно потому, что она хотела меня поздравить с этим событием. И ей, я так понимаю, близка очень эта тема, потому что она также ведет свой канал о вязании на ютубе. У нее канал называется Лили Слок. И что удивительно, я вообще очень люблю молодые каналы по вязанию на ютубе. И зарубежные, и русскоговорящие каналы. Я в основном стараюсь смотреть кого-то нового и интересного. И что больше всего меня радует, когда я в чатике у себя вижу или в комментариях в телеграме вижу, что девушка, которую я смотрю на ютубе, на которую я подписана, пишет комментарии или заходит в чат. Там же отображается, кто вошел в чат. И мне сразу хочется написать, да-да-да, я смотрю тебя, ура, спасибо, что ты пришла, это так круто. И мне почему-то нравится вот этот момент общения блогера с блогером. Может показаться, что очень странно, что я радуюсь тому, что меня смотрит кто-то, у кого там 100 подписчиков, например, или что-то подобное. Но для меня это тоже, знаете, как своеобразный привет из телевизора. То есть я смотрю канал, а потом узнаю, что эта девушка тоже меня смотрит. Или когда меня упоминают в других видео, это тоже жутко приятно. Сразу вот складывается такое впечатление, как будто ты известен. Но я не считаю себя известной. Ну, узнали меня один раз в магазине, ну, бывает. Ладно, я вам тут уже зубы заговариваю. Я вам оставлю ссылку на канал Светы. Ознакомитесь, посмотрите. Если вам понравится, обязательно подписывайтесь. Надо поддерживать девушек, которые продолжают оставаться на ютубе и снимать интересные видео. Потому что, как оказалось на данный момент, на ютубе очень-очень мало стало визуального контента. И практически нечего смотреть. Даже мне очень тяжело с этим смириться. Хотя я сама занимаюсь созданием, можно так сказать, этого контента. Итак, дальше у нас с вами тут книга. Я думала, это журналы. Это прям полноценная толстая книга. Шали, шарфы и пулловеры с винтажными мотивами. Связанные спицами. Четыре основные формы, 14 стильных проектов. От Брук Нику. Я вам, наверное, смогу вот так вот немножечко пролистать и показать, как это выглядит. Но подробно не думаю, что я могу что-либо вам тут показать. Так, пролистаем немножко. А, вот смотрите, вот здесь есть. Тут есть такая шаль, как... Палантин, точнее, как плед. Какая-то, как накидка треугольная, как пончо. И вот тоже, как косынка, как полноценный пледик. Нужно будет изучить потом за кадром. К сожалению, не всегда можно показывать все в кадре. О, я вижу вкусняшки. Это так мило. Я хочу вот этого кролика, вот эту жабку достать и вам показать. Смотрите, какая милота. Ой, они, кстати, очень мягенькие. Это, наверное, имбирные прянички, я так представляю. Так, да, пряник медово-имбирный расписной. Пряник медово-имбирный расписной. Смотрите, как мило. Мне вот эта жабка очень сильно нравится. Она такая классная. Если честно, я всегда смущаюсь кушать такие вкусности, потому что мне кажется, что они вот должны там проколоть, там, допустим, ниточкой, иголочкой и повешать на елочку, сделать петельку, а не кушать. Я имбирные печенья когда пекла в позапрошлом году. В прошлом году почему-то у меня не удалось этого сделать. Я вешала их на елку и было очень прикольно, но потом мы их все равно съели. А тут, пока они мягенькие, хочется вот одну, наверное, я возьму себе. Наверное, жабку, а мужу оставлю кролика. И с кофеечком попить и покушать вкусные печеньки, мне кажется, будет самое то. Они, конечно, бликуют немножечко, но я думаю, что вы мне это простите. Так, а тут в пакетике у нас... Ой, тут что-то мягенькое. Скорее всего, тут либо шоколадка, либо что-то подобное. Она растаяла у нас сегодня просто на улице жутко жарко. Плюс 30. И я, когда несла домой посылку, думала о том, чтобы скорее прибежать домой. Но вдруг там реально вот какая-то шоколадка или что-то подобное. Так, давайте быстренько откроем. И если это шоколадка, я, наверное, ее как можно скорее постараюсь убрать в холодильник. Да, я была права. Это шоколадка. Смотрите, какая крутая. Это шоколад белый. Миндаль, изюм, кокос, кешью. Мы только вот недавно попробовали с мужем подарочную шоколадку, которую мне дарила Вика. Очень вкусный белый шоколад там был. Я прям такое наслаждение испытала. И мне кажется, это тоже будет очень вкусное. С такими добавками. Так, сейчас я ее, наверное, уберу сразу в холодильник. Поэтому из кадра она пропадет. И мы обязательно ее с мужем потом попробуем. Я просто не хочу, чтобы она потеряла свой товарный вид. С такой жаркой погодой все-таки лучше все вкусности хранить в холодильнике. Тут я также вижу крем для рук. Планета яичек. Я так понимаю, это какой-то корейский крем для рук с экзотическим фруктом. Мини такой travel формат. Очень удобно сумочку положить. Я обычно такие маленькие беру с собой на работу. Нам, вязальщицам, особенно перед осенне-зимним сезоном, это очень актуально. Особенно, когда вяжешь какую-нибудь сухую пряжицу. Ну и мое богачество. Я так понимаю, да-да-да-да-да-да-да. Тут ее целых пять мотков. У меня теперь мадам Трикот, мадам Катон. Получается 15 мотков. То есть пять таракотовых, пять зеленых. Из швиторга у меня недавно были. И пять вот голубых. Интересно, это тот самый голубой, который я хотела. Цвет 016. Правда, это тот самый синий, среди которых я выбирала. То есть я думала взять себе вот этот голубой, либо тот зеленый. Смотрите, какой он красивый. Если вы не знаете эту пряжу, это мадам Трикот, мадам Катон. Тут у нас 100 грамм, 280 метров, 49% хлопка, 51% акрила. Сделано в Турции. Это очень-очень-очень приятный полухлопок. Это один из самых моих любимейших полухлопков. Наверное, все-таки я не побоюсь его назвать любимым полухлопком. Потому что мягче и нежнее, чем вот этот полухлопок, я еще ничего в руках своих не держала. Мне кто-то написал, что я привираю, и что мадам Трикот, мадам Катон жестче, чем джинс. Я, если честно, была очень в огромном шоке, потому что как вот эта нежность может быть хуже, чем джинс, который мне в основном попадался только сухой. Поэтому я полностью была не согласна с этим комментарием. Так, у меня целых 5 мотков. Мне хватит теперь даже на плед этих 15 мотков. Но я плед вязать не буду. Я обязательно свяжу плечевое. И вот, кстати, хочу вам сказать по поводу... Я вот увидела сразу в мотке, и вам расскажу об этом. У мадам Трикот, мадам Катон встречается вот такая особенность неравномерной прокраски. Она, знаете, как градиентом, как полосками, как будто бы пряжа... То есть было отвязано изделие, было покрашено и неравномерно осветлено. То есть оно как пятнами такими, знаете, как пряжа ручного окрашивания получается. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но вот мне попадалось, например, в черной пряже это смотрится некрасиво. А вот, например, в таракотовой, когда полоски ложатся, тогда прикольно. И в голубой, я думаю, тоже будет смотреться очень даже ничего. У меня получается пять, 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 ну какое же оно мягенькое, моточков. И дальше, я так понимаю, нас ждут самые большие богачества. Тут у нас три бобинки, я даже не представляю, что здесь. Я вижу, первое, что я вижу, это то, что вот тут вот что-то голубое, а тут вот что-то либо желтое, либо зеленое. А вот этот цвет я вообще понять не могу. Давайте начнем, наверное, с голубого, потому что, как вы знаете, я голубая душа, и мне обязательно хочется что-то голубенького. Ой, тут, кстати, достаточно увесистая бобиночка. Что-то явно не сто грамм. Открываем, открываем. Что же внутри нас ожидает? Я очень хороший певец, между прочим, если вы не заметите. Ой, какой цвет красивый, вау. Он, кстати, как будто бы такой прям объемный, как будто бы цвет 3D. Я не знаю, как вам это объяснить. То есть он как будто бы внутри темный, а сверху светлый. Ну, точнее, ниточка сама. Я не знаю, как вам это объяснить. Я сама еще не сильно понимаю. Я так понимаю, это что-то шерсть какая-то. Так, давайте посмотрим, что тут пишут. Тут пишут Доратекс, Папи Фабио, Океан. Цвет голубой. А что это? А что это? А что это? А что это? А что это не написано? Кто-нибудь знает, что такое Доратекс? Я так понимаю, тут 2000 метров на 100 грамм. Это одна нитка. Да? Не, ну цвет это просто очень красивый. Он у меня подойдет в подмод практически к любой моей пряже. То есть это одна ниточка. Я бы не сказала, кстати, что она 2000, как будто бы полторы тысячи. Надо будет повязать образец, посмотреть, что это такое. Или загуглить, или в письме прочитать. В письме, скорее всего, написано, что это. Думаю, что это какой-нибудь интересный милиносик. Так. Что тут дальше? Что тут дальше? Давайте вот так вот по порядку будем. Дальше у нас ждет бобиночка. Вау! Вот это да! Это облака. Я держу в руках облака. Я знаю, что это за пряжа, скорее всего. Потому что такую я хотела покупать в нитшопе. Мне кажется, это я уверена, что это. Тут написано, что это группа Field Pucci Industrial Filati Orzo. Orzo Tinta. 480 метров на 100 грамм. И больше информации никакой нет. Но это нежно, 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 нежно. Голубые облака. У меня не повернется язык сказать, что это шишибрики. Это маленькие облачка на ниточке. Ну все, прям все угадано. Мне кажется, тут на полноценное плечевое изделие. Хватит, если добавить какой-нибудь подмод. У меня, например, есть интересный голубой подмод, который можно сюда применить. Я думаю, что должно получиться что-то очень красивое. Вай, вай, вай. Какая красота. Это вот что-то вот прям нежнейшее. Если бы этот цвет был посветлее, их можно было бы вместе соединить. И было бы очень круто. Но у меня есть светло-светло-голубой. Очень красивый. Мне кажется, он в подмод сюда идеально подойдет. Вау, Света, ты меня прям вообще удивила. Ты мне подарила то, что вот эту я очень сильно хотела и никогда не пробовала. Поэтому это прям повод попробовать. Так, и последняя бобинка. Это что-то... Мне кажется, это что-то зеленое. Потому что я всем говорю, что я люблю зеленое. Так. Ой, слушайте, это что-то прям наинежнейшее. Ну-ка, подождите-ка. Подождите-ка, подождите-ка. Это что-то твидовое. Плюс еще мулине. Ну-ка. Это ангора. Смотрите, как красиво. Какая она пушистая. Видите, на фоне голубого. Она прям очень-очень пушистенькая. Я думаю, что это меринос с ангорой. Вау. Я думаю, что здесь 100 грамм. Это, наверное, на шапочку прям не хватит. Так, что тут у нас пишут? Это у нас Ботта Пуала Тви Тангора. Вы посмотрите на эту красоту. Это вот прям богачество-богачество. У меня есть зеленый пуховик. И я думаю, что на зиму... Точнее, не на самую холодную, а на какой-то вот такой демисезон, когда уже зимнюю куртку надел. Но для теплой шапки еще рановато. Я свяжу себе шапку Бини. А какой тут метраж? Я думаю, что здесь 100 грамм. Не могу, кстати, расшифровать ВВ и ВА. Это что это такое? Я вам подпишу, давайте. Здесь метраж у нас 3 на 16. 1600 на 3. Это у нас получается 500 с лишним. 530. 533. Хм. 533. В одну ниточку... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. В одну ниточку у меня есть круговые спицы сороковки 225. Мне их Света Световяз подарила. Я помню, в прошлом году. Или это уже в позапрошлом году было, я уже не помню. Так быстро время летит. И я думаю, что на этих спицах двойную шапочку Бини от макушки до макушки. Или из центра, как я вязала, кашемирую на осень. Можно будет связать и получится что-то нереальное. Вау, Света, ты меня просто удивила. Ангоры такой у меня еще точно не было. Ты прям исполнительница моих потаенных желаний. Потому что ангору я хотела попробовать, так как я работала всего лишь с пухом норки. Вот эти вот облачка я себе не покупала, потому что я думала, что... Ну, это баловство. Ну, Даша, не надо, не думай об этом. Но я теперь так рада, что они у меня есть. Это вот просто что-то нереальное. Посмотрите, какая красота. Хоть на превьюшку ставь, это вот просто что-то прям нереальное. И вот эта вот голубенькая пряжа. Тоже нужно почитать, что это. Мне кажется, это какой-то мериносик. Возможно, это ягненок. Вот что-то вот прям такое мягенькое-мягенькое. Ну и, конечно же, еще пять мотков. Вот просто смотрите. Человек знает мои любимые цвета. Цвета прям вот... Вот прям знает. Она сталкерит мой канал. И перед тем, как отправлять мне подарок, она знала, что мне нужно и что я люблю. Плюс у нас еще с вами тут были вкусняшки. Плюс у нас тут еще с вами была книга. И наимилейшая открыточка. А еще и кремчик для рук. А одну шоколадку я уже убрала. Сейчас я отправлюсь, прочитаю письмо. И выражу просто огромнейшее спасибо Свете за такой просто шикарный подарок. Я по-другому назвать это никак не могу. Тут прям попадание в самое сердечко. Большое-большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы никогда не угадаете, где я сейчас нахожусь. Я, во-первых, нахожусь в парке. Если тебе можно показать, я покажу. Мы с Ромой тут ждем девочек на вязальную встречу. Мы договорились встретиться в парке, повязать, полежать на пледиках. И вот мы сейчас в активном ожидании того, кто придет. Если честно, я была крайне удивлена, что у нас с Кемерово так много девушек, которые вяжут, и при том еще мои зрители. То есть, оказывается, эта встреча была необходима. Поэтому сейчас посмотрим, сколько человек придет. Я некоторых из них уже знаю, потому что встречалась с ними ранее. Но вообще, если честно, очень-очень волнительно. Взяла с собой... Кстати, мне Рома подарил моточек Карелии. У меня такого цвета еще не было. Будем вязать осенние носочки. Я взяла с собой проектную сумку и буду вязать мотивы для пледа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня уже вечер воскресенья. Я приехала с вязальной встречи. Мы разошлись настолько поздно. Точнее, мы разошлись в пять, получается. Сейчас уже время около девяти. Девятый час. И я приехала сейчас домой, покушала, отдохнула, полежала и немножко повязала. И у меня очень резко продвинулся один процесс. Неожиданно причем. Даже два процесса я продвинула. Но один продвинул я вчера, а этот сегодня. Брала с собой. Кстати, его с собой продвигать на встрече. И что я вам хочу сказать. Я взяла и извязала целый моток. То есть не то, что я извязала целый моток. Супервож, артисан. У меня мысли просто все в кучу. От эмоций, которые я сегодня получила. Я получила, кстати, два подарка. Даже три подарка. Я вам обязательно покажу распаковку чуть дальше. У нас получится этот влог. Это влог подарков. То есть мне просто неимоверное количество подарков подарили. И все это сошлось именно в этом влоге. И это все так неожиданно. Я не знаю. У меня просто все самые положительные эмоции сейчас в голове. Я вам хочу сказать, что я сегодня с самого начала дня. То есть получается утром я взяла с собой вязать мотивчики. Из мотка супервож, артисана. Кстати, эту этикеточку я найти не могу почему-то. Это вот то, что у меня осталось. Обычно у меня столько и остается, когда я извяжу весь моток на шесть мотивов. Пока мы были на природе, а были мы в парке, я отвязала три мотивчика. Они сейчас закручиваются, но после ВТО будут ровненькие и красивенькие. Посмотрите, как он яркий, классный, вообще очень красивый. Вот я связала три и приехала домой, связала еще три. Я не знаю, у меня почему-то такие приятные, знаете, воспоминания именно с этими мотивами были связаны, что я решила завершить этот моток сегодня. Вот он у меня будет в воспоминаниях, как моток дня вязальной встречи. И когда будет пледик собран, я эти мотивчики узнаю из тысячи. Потому что, насколько я помню, у меня этот моток один. У меня потому что я помню, что один какой-то из мотков, вот таких вот синеньких для пледа, у меня их два. И я помню, что я себе сказала, что я один пущу на носки, один пущу в плед. И я вот не помню, я просто когда шла навстречу, я просто его с собой взяла и думаю, что даже не посмотрела. Ну вот как-то так получилось. Простите меня за скудность моих мыслей сегодня, но я думаю, что мне это все простительно. Так, мне нужно будет сюда положить еще один моточек какой-то и вязать образцы, точнее не образцы, почему я хочу всегда сказать образцы, и вязать мотивы для пледа на работе. Этот моток отправится у меня в моток, в моток, в моток, в моток, все, просто шарики за ролики уже. Этот моточек отправится у меня в корзинку с такими остатками, которыми я потом, по моей умной мысли, буду соединять плед. Но это пока только в мыслях. Больше ничего вам интересного по этому поводу сказать не могу. А что я продвинула вчера и вам не показала? Потому что подключения как такового не было. Смотрите. Оп. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Выглядит это, конечно, сейчас очень-не очень. Но это готовое тело. Это готовое и постиранное тело. Но оно еще не отпаренное, поэтому оно дубовое. Оно просто... Вам кажется, что не дубовое? Потому что я вот так вот, когда его требушу в руках, вроде все более-менее хорошо. Но оно само по себе, по ощущениям, дубовое и колючеватое. Я хочу его отпарить, чтобы оно так разошлось. Даже чтобы вы понимали, вот у меня, например, тут, от того, как оно сохло, вот тут вот залом прям появился такой, прям сильный. Вы посмотрите, какое красивое полотно. Ну, это просто вот... И какая некрасивая резинка. И резинку я, кстати, решила разделить все-таки. То есть я разделила перед и спинку. Сделала такой разрезик. И я думаю, что он будет смотреться более-менее симпатично. Что касается резиночки, я отвязала резинку 2х2. Тут, насколько я помню, 16 рядочков у меня. И связала ряд лицевой глади и закрывала изнаночными петлями. Ну, и получилась вот такая вот, как дорожка. Так как клен у нас не держит ни резинку, ни всякие рулики. Даже это можно, кстати, заметить на горловине. Что горловина у меня не подворачивается. Осталось мне, получается, сделать обработку горловины резинкой 2х2. А и отвязать рукава. Рукава я буду вывязывать, так как у меня свобода облегания. Плечо не настолько спущенное. Я буду рукав вывязывать укоротыми. То есть я буду вот так вот его наращивать. И рукавчик, наверное, вот какой-то такой будет. Так же я закончу его резинкой 2х2, чтобы все гармонично смотрелось. Я помню, кто-то меня спрашивал показать поближе погон, как выглядит. Ну, точнее, не погон, а японское плечо. Выглядит оно следующим образом. То есть вот здесь вот у меня шли прибавки в каждом ряду. Ну, и вот так это выглядит. И потом я отсюда набирала петельки. Вроде более-менее все симпатично смотрится. И мне нравится, как это выглядит. Я еще хотела бы его возможность сделать подлиннее. Но я думаю о том, что длиннее не нужно. Тогда она на бедрах будет некрасиво смотреться. У меня остается еще... Вот такой вот моток целый. Ну, тут, я думаю, грамм 100 еще на рукавах хватит. И вот такой вот малышарик. Это я что-то распускала, и у меня была вот отрезанная ниточка. Я не знаю, возможно, я его применю на обвязку горловины, но мне кажется, мне его на обвязку горловины полноценную не хватит. Поэтому посмотрим по планам продвигать это изделие. Но я больше почему-то сосредоточена продвигать изделие из Бетти. Не знаю, почему. Возможно, потому что лен у меня долго сох, и я как-то успела немножечко устать вязать лен, если можно так сказать. Поэтому я продвигаю в основном сейчас Бетти. И я думаю, что нужно будет закончить перед. У меня там идет разделение сейчас на горловины. Я не буду просто уже приносить изделие, показывать вам. Оно где-то лежит, я даже не помню где. Сейчас я уже, скорее всего, умоюсь и лягу спать, потому что как-то немножечко устала, а завтра на работу. И на неделю уже вам буду показывать продвижение по Бетти. Ну, не знаю, первая неделя после выхода из отпуска получится ли у меня делать какие-то подключения, кроме вот распаковки подарка. Потому что подарок очень сильно хочется распаковать. Я постараюсь распаковку эту отснять. Но мне кажется, что я просто после работы буду приходить и ложиться спать. Буду отсыпаться потихоньку. Ну, посмотрим, как эта неделя начнется. Загадывать ничего прям сильно я не буду. И вас тоже как-то воодушевлять, что у меня будет каждый день подключение, и каждый день продвижения тоже не буду. Будет какая-то готовая работа, и слава богу. Поэтому сейчас я отправляюсь отдыхать. Завтра начнем рабочую вязальную неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Со встречи уже прошло два дня, и я только сейчас могу распаковать и показать вам подарки. Один подарок я видела, который уже находится внутри этого пакета, он просто ничем не скрыт. А когда я хотела открыть подарок, который мне подарила Маша на встрече, я не знала, что он так красиво упакован, и я решила оставить его просто на сладкое и распаковать его вместе с вами. Потому что когда вот так вот прям все красивенько, миленько, я прям не могу. И я терпела, я прям, я вам серьезно говорю, я терпела. Сегодня вторник, я только приступаю к распаковке, мне даже немножко было стыдно перед Машей, что я не могу ее поблагодарить, дать обратную связь по подарку. И я даже ей написала о том, что не бойся, если вдруг там не смущайся, что я не отвечаю тебе, ну точнее не пишу, что с подарком, понравился мне или нет. Просто я его еще не распаковал. Так вот, сейчас пришло время, и давайте посмотрим, что же мне подарили девочки на встрече. Мы отдельно с вами поговорим, я в финальном подключении расскажу вам все впечатления про встречу, чтобы не стоять так долго руками в кадре. Все прошло просто шикарно. Сейчас вот покажу подарки, которые я получила. Начнем с первого моточка, и дальше продолжим эту тематику, потому что там дальше еще два таких моточка. Этот моточек мне подарил Рома, потому что он сказал, что эта пряжа ему почему-то не подошла, и он сказал, что вот возьми, ты свяжешь себе носочки. У меня как раз таки, эта пряжа уже мне знакома, она у меня уже есть, но у меня не было именно этого цвета. Это Астра Карелия, носочная пряжа, 75% шерсти, 25% нейлона, 100 грамм 400 метров. Та-та-та-та-та-та. Это китайская пряжа, которая реализуется нашим брендом Астра Премиум, цвет 1001. Это мелкосекционная носочная пряжа, она достаточно шерстистая. Кто-то из девочек на встрече сказал, что она похожа на супервош, но мне кажется, она более такая грубая и достаточно тонкая. То есть, мне кажется, я буду ее вязать на 2,25. И потом было приятным удивлением, что также мне еще и Наташа подарила два матка. Астра Карелия. И это было очень приятным удивлением. То есть, у меня, получается, есть еще цвет. Вот этих двух цветов тоже у меня не было. То есть, Наташа прям как знала, как подбирала. Так. Цвет номер 1005 и цвет номер 1002. Всего в палитре этой пряжи 6 оттенков. О, 6. Подождите, сколько? 6 оттенков, да. У меня есть из них, получается, 4. И 4, причем, самых таких крутых. Вот эти, мне кажется, получатся очень классные мужские носочки. Вот это что-то в хеликс подмешать, например, в черный хеликс, с черной пряжей скомбинировать будет очень круто. А вот это прям осенняя-осенняя тематика. Мне кажется, быстрее всего он у меня пойдет в работу, потому что осень у нас не за горами. Спасибо большое, Рома. И спасибо большое, Наташе. Это вот что касается первого подарка. Положим его здесь немножечко вот так с краешку. И что касается вот самого такого будоражащего, потому что мне прям жутко интересно, что же там внутри. Все упаковано было в такую классную коробку. И здесь, знаете, как адвент-календарь. Все подписано, в каком порядке открывать. Начнем с милой открытки с кроликом. И здесь, скорее всего, личные пожелания. Большое спасибо за приятные пожелания. И тут есть по скриптам. Я очень надеюсь, что ты не расстроишься, если найдешь в коробке пряжу. О, у нас тут будет пряжа. Удивительно. Которая у тебя уже есть. Если честно, это вообще меня никак не смущает. Это только больше увеличит возможность, что из этой пряжи получится какое-то крупное плечевое изделие. Так. Если что, можно подарить, раздать, обменять. Нет, я таким точно не увлекаюсь, потому что все подарки для меня очень ценны. И я всегда найду, куда их применить. Так, давайте начнем с единички. Ой. Мне кажется, знаете, что здесь? Мне кажется, тут артисан. Почему-то. Потому что моточек длинный. Ну-ка. Тут еще в два слоя. Блин, тут еще вкусняшки. Так, ладно. Открываем первый. Я уже пощупала пальцами, что там моточек. Да, тут артисан. Причем артисан, кстати, в осеннем цвете. Это у нас... Ой, какая красота. Прям ближе к осени. Это у нас цвет номер 9006. Интересно, у меня есть такой или другой. Мне Рома, помню, тоже дарил осенний цвет. Из Питера привозил. Посмотрим. Если вы не знаете, это стандартная носочная пряжа. То есть 420 на 100. Какая она мягенькая. Я люблю, кстати, супервошу. Люблю артисану. Даже сейчас сравнивая с Карелией, вот эта более гладкая. То есть она более мягенькая. Так, первый. Ну давайте второй тогда уж сразу. Сразу. У меня как будто был выбор. Ой, там уже выглядывает моточек. Так. Мне кажется, это супервош. Причем это супервош в том оттенке, в котором у меня его нет. Вайва. У меня двух этих оттенков нет. Или подождите, или вот этот у меня есть. Вот этот выглядит очень знакомым, но я, возможно, его путаю, потому что я часто его вижу у других блогеров. Вау. Ну все, я теперь полностью в носочках буду. Вот этого цвета у меня точно не было. Это можно связать это себе и это себе. Это себе и это мне. А это мужа можно связать. Это цвет номер 7708, а это цвет номер 7583. Я знаю, что в магазине, в островочке рукоделия у Гали есть такая расцветка. Вот такой нет, а вот такая точно есть. Это я помню. Красота, красота. Ну носочная пряжа, это прямо, это мне надо. Это я буду. Так, третий. Ну тут тоже что-то мягкое, и тут тоже, скорее всего, моток. Ну, со стопроцентной вероятностью. Ага, тут что-то серенькое. Открываем. Итак, у нас тут... Ой, какой красивый. Я думала, что он однотонный. Ну, думала, точнее, что он просто вот из черного в серый переходит. Это Ализе Лана Голд. У меня Лана Голд, кстати, уже достаточно давно в запасах нет. Я ее либо извязала, либо раздарила. Так. У меня, кстати, цветной вот такой ни разу не было. 51% акрила, 49% шерсть. Это полушерсть. И цвет это у нас номер... 1600. Красивый переход от такого джинсового цвета. Он еще причем припыленный такой. Мне кажется, можно... Мне кажется, из нее можно ее добавить, заполосатить в палантин какой-то. То есть, этот градиент пустить. Я подумаю. Я подумаю и решу, что я хочу из этого сделать. Так. Кладем обратно. Тут, кстати, удобно. Можно их обратно складывать. Даже вот так вот. Чтобы вы сразу видели. И тут последний моточек. Вот тут, кстати, он достаточно тяжелый. Может быть, тут несколько мотков. Мне кажется, это знаете что? Это рок-н-ролл. Вот зеленый. Потому что зеленым таким рок-н-роллом я работала. Это прям точно. Ну-ка, давайте проверим. Хоба! Ой, как мило! Смотрите. Это неожиданно было. Если честно, я просто взяла этот моток и вот так вот хоба. И он тут появился. Это брошечка. С лунтиком. С лунтиком с моточками. Милота. Вот на свитера лицевой гладью. Самое то будет просто. У меня вот такой вот золотой цвет с синим пушком. Это ализе. Ализе. Это газал рок-н-ролл. 50 грамм 115 метров. Цвет номер 13184. У меня получается таких два моточка. Мне кажется, их можно классно куда-то закученелить. Я помню, на заре своей вязальной карьеры, я использовала рок-н-ролл. Вот этот вот, как раз таки зеленый. И вязала маме свитер. Он до сих пор у нее в использовании. Видите, как он припыленный. Он прям, знаете, как будто в пыли. Но это не камень в огород. Это просто вот я как это, как вижу, как красиво смотрится. Вот просто посмотрите вообще. Вах! Красота. Так. Это у нас цвет номер 13901. Я, кстати, вам состав не сказала же, да? Это 21% акрила, 70% полиамиды, 9% мелиносовой шерсти. Это вот такой вот блестящий шнурочек, набитый пушком матовым. Ай, лай-вай-вах. Так, и там еще вкусняшки я не достала. Тут еще, тут еще ручка. О, кстати, у меня такой набор ручек на работу куплен. Это ручка Пиши-стирай. Я себе купила 12 штук таких на работу, чтобы журналы заполнять, потому что я очень невнимательный человек, и я часто делаю ошибки какие-то, грязно пишу. То есть мне это не нравится. Вот. Тоже поедет со мной на работу. Тоже с милым Дунтиком. И тут еще вкусняшки, которые я не достала. Раз. Два. Шоколадка. Манго-маракуйя от Риттер Спорт. И вот это вот я не знаю, что это такое. Это что-то, что-то, что-то зефир, наверное. Мне кажется, это у меня муж сразу отожмет. Он у меня огромный любитель зефира. Шоколадные конфеты с лимонными и сливочными начинками. Ага. Немецкие конфеты, кстати. Я такие конфеты, кстати, ни разу не пробовала. Наверное, вот сейчас кофеечек у меня стоит, стынет на фоне. Я, как обычно, после работы пришла, сделала себе кофеек. И я думаю, что я сейчас опробую эту вкусняшку. Хочу сказать большое спасибо Роме, Наташе и Маше за пополнение моей носочной и вообще вязальной коллекции. У меня, кстати, вот этих пряж уже давно не было в запасах. И я как-то давно даже их не... Попадались они мне на глаза, как будто то ли рок-н-ролл сняли с производства, потому что у Газала появился артикул Квин называется, насколько я помню. Но мне кажется, вот это вот можно классно закученелить. С этим моточком я подумаю, что можно интересного сделать, но мне кажется, мы найдем ему применение. Вкусняшки, понятное дело, съедятся, но из носочной пряжи у нас будет носочный сезон очень скоро. И мы будем вязать носочки, как не в себя, и пополнять нашу носочную коробку, такую воображаемую. Спасибо большое девочке и мальчик за подарочки, было очень приятно. Спасибо. У нас на улице уже локатное небо, очень красиво, вечереет. И я взяла в руки эту бобинку и подумала о том, что зря я все-таки вам не отвязала из нее образец. Мне кажется, нужно этим заняться. И если я на этой неделе на работу с собой возьму, отмотаю кусочек, я свяжу вам образец и покажу, как он смотрится. Потому что я в чате обговорилась, все начали восхвалять эту бобинку, говорить, какая она красивая, искать, где ее можно купить. И я подумала о том, что нужно все-таки связать образец и вдохновиться на вязание какого-то изделия. Не знаю, прям, ну, на фоне закатного неба уж очень красиво эта бобинка смотрится. При том, что я, наверное, показываю вам ее против света. Может быть, ее, наверное, так надо показать? Нет. И так, и так она выглядит не очень, но все равно очень-очень красивая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Первым делом я хочу высказать просто огромную благодарность всем, кто пришел на вязальную встречу. Это были просто непередаваемые ощущения. И у меня до сих пор от того воспоминания, как это все происходило, немножечко потряхиваются руки. Потому что это было очень приятно, очень неожиданно, что нас было настолько много. И столько много приятных людей встретить вот за один день. Мне кажется, это вот просто, знаете, мимиметр зашкаливал у меня в этот момент. Было очень приятно со всеми с вами встретиться, познакомиться, повязать вместе, обсудить какие-то процессы. Оказалось, половина из нас живут в одном районе со мной, некоторые живут буквально в соседнем доме. И когда вы все вот так вот неожиданно встречаетесь благодаря каналу, это прям, я не знаю, как вам передать все свои ощущения. Я пришла домой на таком приподнятом настроении, я просто даже забыла, как разговаривать. Я получила заряд вот этого вот, знаете, мотивации к вязанию, продолжения выпускать новые видео, какие-то придумывать новые форматы. И я, ну, я просто не могу передать словами, если честно. Спасибо огромное всем, кто пришел. Встреча прошла просто шикарно. И мы вовремя, очень вовремя провели эту встречу. Потому что сейчас я смотрю за окном, и у нас за окном дождь. Дождь идет с ночи. Сегодня, сейчас уже, между прочим, почти два часа дня. Сегодня суббота у нас, к слову, уже прошла целая неделя. И если бы мы решили встречаться на следующей неделе, мы бы просто не смогли где-то встретиться на улице. А мне очень хотелось встретиться именно в парке, расстелить пледики, как-то уютно посидеть. И вообще спасибо большое Маше, потому что изначально именно Маша предложила мне собрать эту встречу. То есть она сказала, что в этом парке было бы круто. Можно взять с собой пледы, можно взять с собой вкусняшки и вязание. И я как-то, знаете, прям новое дыхание этой идеи дала. И мне прям очень хотелось это все осуществить. И у нас все в итоге получилось. И мы договорились с девочками, что будем стараться хотя бы раз в месяц встречаться. Но уже будем встречаться где-то в закрытых помещениях. Возможно, это будут какие-то кафе или вот что-то типа того. Будем встречаться также на выходных и вязать и общаться. Это очень круто. Что касается вязания... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пу-пу-пу, как говорится. А что касается вязания, я вот смотрю, у меня вокруг здесь очень много всего. И я, с одной стороны, ничего практически не вязала на этой неделе. Потому что это была первая неделя после отпуска. Мне хотелось как-то больше приходить после работы и отдыхать, и глазами, и телом. Я лежала в кровати и просто периодически засыпала. То есть я приходила домой, кушала и ложилась спать. Такая своеобразная адаптация к выходу после отпуска. И что я вам могу показать из нового? Во-первых, я вам говорила о том, что я отвяжу образец из пряжи Тамагочи. Я просто не могу перестать восхищаться красотой этой пряжи. Ну, я просто не могу. Ку-ку. Я просто не могу. Это вот прям... Вот этот цвет... Я посмотрела, какие еще там есть цвета. Есть еще очень красивый розовый, но вот этот цвет, это просто отвал всего. И я даже не могу придумать, какой процесс бы я из нее связала. Потому что я хочу из нее все. Я хочу и кардиган, я хочу и палантин, я хочу и шапку с варежками, я хочу шапку с перчатками. То есть я чуть ли не носки уже даже хочу из этой пряжи, но у меня всего 500 грамм. И я отвязала образец, чтобы вам показать, как эта пряжа все-таки смотрится в образце. Потому что в прошлый раз, когда я показывала ее в моих вязальных покупках... Давайте оставлю вам подсказку на это видео, где я показывала эту бобину и рассказывала про нее поподробнее. Это, к слову, полушерсть, чтобы вы по составу примерно понимали. Я обещала, что я отвяжу образец, и я его отвязала. Сейчас я его вам постараюсь поближе показать. Если в кадре не будет красиво смотреться, я сделаю отдельный подсъем и на фоне буду вам рассказывать. Итак, образец выглядит следующим образом. Тут я вязала в одну ниточку этот образец на спицах 3,25, а выше я вязала в две ниточки на спицах 3,5. С одной стороны в одну ниточку мне очень сильно понравилось. Мне понравилось, как смотрится резиночка и один на один, и два на два. Но лицевая гладь мне либо кажется, либо так оно и есть на самом деле, она косит. И косина такая значительная. То есть нам придется использовать какой-либо узор. Что касается в две ниточки. В две ниточки из-за недостаточного натяжения, так как я отматывала клубочек, чтобы отвязать на обеде на работе этот образец, то здесь присутствует рядность. Ну и мне кажется, здесь идет как, знаете, как сбился цвет. То есть тут он пятнышками ровными, когда в одну ниточку, а здесь он как будто бы сбился. Но полотно настолько приятное и мягкое. Мне нравится, как ниточка раскрывается. То есть посмотрите, какая она. Ну прям полноценный твит. И я смотрю и прям... Она очень мягкая, она очень комфортная. И я прям воодушевлена что-то из нее связать. И, кстати, я посмотрела по своим запасам. У меня есть похожая пряжа Дунда Гатвит. То есть она с такими же разноцветными вкраплениями. Я, к сожалению, эту пасмочку не взяла с собой, чтобы вам показать. Но потом когда-нибудь руками в кадре мы еще вернемся обязательно к этой пряже. И с одной стороны, в одну ниточку смотрелось бы просто шикарно. Но тогда к ней нужен какой-нибудь подмод, чтобы не вязать на слишком тоненьких спицах. Но если я буду добавлять подмод, мне кажется, вся красота этой пряжи будет как-то размыта. И я бы этого не хотела. Поэтому я буду думать. И мне кажется, я чуть-чуть погодя придумаю просто идеальный процесс для нее. Пока это, наверное, вот я буду называть ее жемчужиной своей пряжной коллекции. Потому что наиболее красивую пряжу у себя в запасах я представить не могу. Просто, наверное, наиболее красивую я могу назвать только носочную нору. Который у меня один моточек в том же таком голубом цвете с крапинками. Вот. Они почему-то по красоте у меня наравне. То есть что это красивое, что там. Мы тут не рассматриваем то, что они по составу совсем разные. Что они там высокий ценовой сегмент или бюджетный ценовой сегмент. Я рассматриваю именно красоту визуальную. Поэтому я говорю именно про визуальную красоту. Чтобы вы мне не писали, нора стоит там столько-то, столько-то. А это столько-то, столько-то. Как ты их можешь сравнивать? Я сравниваю именно вот по тому, как я вижу эту красоту. Это вот что касается этой бобинки. Я удовлетворила свое желание связать из нее образец. И буду думать. То есть сейчас у меня прям процесс мыслительный пойдет по этому поводу. Что касается пледа. Я принесла образцы. Почему я хочу их называть образцами? Я не понимаю, если честно. Я принесла мотивы, которые я отвязала. Вот шесть штучек вам показывала в кадре. Смотрите, они как яркое пятно просто такое классное. То есть шесть таких. И вот один у меня такой, который я брала как пример. Потому что я периодически забываю, как сделать начало круга, если долго не вяжу. И принесла также проектный мешок, в котором у меня хранятся все эти, опять хочу сказать образцы, все эти мотивы. Я вам хочу показать масштаб просто бедствия. Насколько их у меня много. Тут у меня уже лежат заблокированные. Ну, частично заблокированные, кроме вот верхних. Вот, например, если вот эти синие показывать, то они уже видно, что они ровненькие, красивые и заблокированные. То есть у меня все в таких оттенках. Плюс прибавляется у нас, надо заблокировать еще вот этот верхний, который лежит. Плюс к нему добавляется еще один такой же и еще шесть штук. То есть у меня сейчас в работе только синие-зеленые мотивы были. Сейчас мне уже хочется, да и надо бы, переходить на другой цвет. Так как изначально я вообще просто хотела извязать все свои запасы Alize Superwash Artisan. Сейчас я настроена на то, чтобы сделать плед времена года. То есть вот это мы сейчас отвязывали с вами зиму. То есть вот это вот, ну, знаете, странно сказать зиму. Наверное, вот все, что касается синих и белых оттенков, это больше зима. То, что переходит в зеленый, это уже больше весна. То есть мы из зимы будем перетекать в весну, из весны в лето, из лета в осень. Так как у нас сейчас осень близится, но я смотрю за окном, у нас как будто бы уже осень началась. Я еще принесла вам показать, какие мотки у меня остались. То есть у меня вот целая корзинка, и эта целая корзинка, это все Superwash Artisan, который я должна, ну, или хотелось бы, извязать на плед. Мы не берем с вами в оборот вот этот моток, потому что из него мы уже отвязали. Значит, мне нужно придумать, что следующее вязать. Можно идти дальше по градиенту, то есть подобрать, например, какое-то что-то около зеленое, чтобы переходило в весну. У меня весна и лето, я хочу, чтобы были яркие, то есть розовые, фиолетовые, вот это что-то должно быть весна и лето. А осень, это вот рыжий, и у меня два мотка вот таких осенних. Один моточек мне, кстати, дарила Маша, один моточек мне дарил Рома. Я думаю, что так как у нас сейчас ближе осень, чем весна, было бы симпатичнее, интереснее и, возможно, более эстетичнее. И эстетичнее, если я буду вязать осенние цвета. То есть можно взять и начать отвязывать осенние оттенки этого пледа. То есть взять вот этот цвет, потом взять бежевый цвет и взять... Где бежевый? Вот он бежевый. И взять еще рыжий цвет. Это у нас будет такая осень. Либо перейти в весну. Весна у меня как переходный цвет, я думаю, что будет вот этот. Этот цвет, если вам интересно, номер 9003. Он очень красивый. Я бы хотела из него на самом деле носки связать. Но я бы из всех вот этих вот ниточек хотела бы себе носочки. Но плед мне хочется еще больше. Поэтому я сейчас буду в раздумьях. Можете мне, кстати, подсказать. Наверное, лучше начинать осенние вязать, потому что, ну, как осень. Все равно мы, я думаю, что до конца этого года этот плед не закончим. Либо будем заканчивать его в декабре, вот как раз-таки, когда у меня будет следующий отпуск. Так, поэтому пишите, какие мотивы вам было бы интереснее дальше смотреть. Как будет раскладываться та или иная пряжа. Вот на осенние мотивы у меня 4 мотка заложены. Ну, а зимних у нас получилось с вами больше всего. Возможно, у нас, знаете, как будет зима в весну, весна в лето, лето в осень. И осень опять в зиму, чтобы у нас плед начался и закончился одними и теми же цветами. Но надо еще учесть, что мне слишком много, ну, хотя слишком много мотивов. Слишком большой плед, это не слишком маленький плед. Как бы больше, лучше, чем меньше. Поэтому будем все это продвигать дальше. Мне очень нравится этот процесс. Во-первых, я работаю с носочной пряжей. Она мне тактильно очень приятна. И плюс я извязываю остатки, плюс я извязываю моточки носочной пряжи. И освобождаю место для новых моточков носочной пряжи. Так что пока что это все у меня переселяется обратно в эту проектную сумочку. Надо будет, кстати, пересчитать, сколько у меня сейчас на данный момент мотивов готово. Так, что касается плечевых изделий. Я хочу вам с грустью сказать, что я не продвинула дальше никак футболку из льна. Не знаю, как у меня так это получилось, но я думала о том, что я начну обрабатывать горловину. Изначально какая у меня была идея для обработки этой горловины? Я возьму и проложу шов из этого шва, подниму петли и буду вывязывать, чтобы у меня получилась такая, знаете, более собранная плотная горловина. Но, когда я начала прокладывать шов, я поняла, что это льном делать просто невозможно. Это очень тяжело, он какой-то прям, знаете, становится полотно такое дубовое, что мне кажется, мне просто будет даже шею натирать этот момент. Набирать из петель получается криво, потому что здесь идет как ступенчатый такой набор и нужно прям идеально как-то высчитать и понимать, в каком моменте мне нужно какую петельку поднимать. И вот поэтому я немножко застопорилась на этом моменте. И плюс я не стала вывязывать рукава, потому что на этой неделе не хотела вязать что-то замороченное. То есть тут, как я вам рассказывала ранее, у меня должны быть укороченные ряды, чтобы спускать вниз рукав, то есть вывязывать своеобразный окат. Вот, поэтому пока это изделие у меня стоит, но по факту здесь очень мало работы осталось и хотелось бы его завершить и успеть хотя бы вот осенью под пальто поносить и на работе в нем походить. И следующим летом уже выгуливать в теплую погоду. Пока пусть он отправится тут, будет висеть. И второе плечевое изделие, которое я продвигала, но тут уже у меня хорошие продвижения. Я закончила вязать перед футболки из Бетти. И выглядит она следующим образом. Я вот только что, прямо перед съемками этого видео, сделала отпаривание. И я не знаю, как вам так показать, чтобы было полностью в кадре. Ну вот так. То есть это очень широкое полотно. Резинка у меня еще будет заблокирована, чтобы она не стягивала. Здесь у меня есть вывязанные подрезы, скос плеча и обвязка горловины еще будет предусмотрена, но мне уже комфортно вырез горловины. То есть он не слишком низкий, не слишком откровенный. Но я еще сделаю обвязку. В итоге у меня получается по этому проекту, что я связала спинку полностью, перед полностью, осталось их полностью соединить, полностью-полностью-полностью-полностью. Осталось их соединить, сшить плечевые швы, сшить боковые швы. Я это буду делать все... Плечи у меня будут методом петля в петлю, боковой шов будет матрасным швом. Набрать из проем рукава, вывязать рукава и сделать обвязку горловины. И это будет готовая работа. И я больше склоняюсь к тому, что я завершу этот топ, эту футболку намного быстрее, чем футболку из льна. По крайней мере, у меня такие планы. Но я опять, знаете, у меня мандраж, мне страшно, потому что у меня опять остается один моток пряжи. То есть, ну, с одной стороны, у меня все, как я и рассчитывала. То есть, у меня три моточка наперед, три моточка на спинку. Остался вот такой вот небольшой остаточек. И в проектной сумке у меня остался еще один целый моток. Я очень сильно волнуюсь. Я волнуюсь, что мне не хватит на этого мотка на два рукава и обвязку. Но с одной стороны, у меня очень хорошо спущено плечо, и мне слишком длинные рукава не нужны. Ну, хотя бы вот пару рапортиков этого узора провязать и резинку сделать высотой такая же, как и по низу. И обработку горловины сделать, чтобы у меня по рядам резинка была столько же рядов, сколько и по низу изделия. Чтобы это все гармонично вместе смотрелось. Я просто держу кулачки, чтобы мне хватило этого мотка и вот этого остатка. Но вот этого мне точно не хватит для обвязки горловины. Но, по крайней мере, я его пущу в работу, потому что у меня нет выбора. Я пущу лучше в обвязку горловины вот этот остаток, и потом буду присоединять нить. Нежели я потом его пущу в вывязывание рукава. И у меня где-то в ажуре будет узел. Я не люблю, когда в ажуре узлы, потому что их неудобно заправлять. Я стараюсь их прятать в шов или в низ, ну, в скрытые места изделия, чтобы этого было незаметно. Поэтому держим кулачки за меня, чтобы мне хватило этого моточка, ну, и вот этого остатка. И, кстати, это я вот с одной стороны вам рассказала все, но хочу сделать небольшой анонс перед следующим влогом. У меня появилась очень крутая идея, где на следующей неделе будет фигурировать именно этот процесс. Именно этот процесс, и мы начнем вязать еще один или два процессика. У меня появилась классная идея влога, и, надеюсь, она вам очень сильно понравится. Она будет очень нестандартная для меня и нестандартная вообще для вязального ютуба, потому что, как я изучила эту информацию, таких влогов еще не было. Ну, по крайней мере, на русскоязычном ютубе таких влогов точно не было. И я хочу попытаться его отснять, и на следующей неделе вы его уже увидите, и, надеюсь, он вам очень сильно понравится. На этом у меня все. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была я, Даша. Я была рада с вами поделиться своими эмоциями, своими мыслями, своими визуальными процессами. И вот всем, что у меня накопилось за эту неделю. Увидимся с вами в следующих роликах, и они будут совсем-совсем скоро. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok